Добрый день! Сейчас мы запишем вступление к видео про Megaminx от компании YJ. Есть вот такая U-серия. Узнаваемый дизайн. И достаем сразу Megaminx. Есть у него инструкция. Что-то здесь стрелочками показано. Зачем это надо? Непонятно. Интересный дизайн Megaminx. Но я его буду подробно тестировать. И у него есть фишка такая интересная. Отдельно продается комплект черных деталек, на которые можно заменить любую сторону. И вот этот комплект я тоже заказал. Вот они черные детальки. И они сразу с магнитами. Причем удивительно, что если вам не нужны эти детальки, то вам наверное и хорошо. Просто в комплекте их нет и в большинстве магазинов они тоже не продаются. На момент покупки, а я не знаю когда продолжу это видео. Возможно через месяц или больше. На момент покупки эти детальки были доступны только в одном магазине. Например я нашел только в одном в CCC. И оттуда я их заказал. Переставлю детальки. Хотя и без них тоже все хорошо собирается. Потестирую и вернусь. Ну и вот вернулся. Внезапно прошло практически 3 месяца. Начало видео было записано 2 августа. Но так вышло, что все время находились какие-то дела, что не давали мне полностью протестировать эту головоломку. С одной стороны здесь и так все понятно. Это отличный мегамикс. С другой стороны надо было в этом убедиться. Я специально приготовил здесь несколько мегамиксов. Этот называется Yuhu 2N. Очевидно, что была и первая версия. И вроде бы надо с ней сравнить. Но если мы их поставим рядом, то поймем, что общего у них только название. Этот мегамикс имеет выступающие такие части для зацепа пальцев. Здесь же конструкция совершенно другая. Вдавленный кружок. Ну и по сути, Yuhu был хорош лишь тем, что на заре своей карьеры был чуть лучше, чем мегамикс Shinsho. Хотя мне и тогда он тоже не нравился. Абсолютно неудачный. Почему-то его многие советовали новичкам. Сейчас он должен быть предан забвению. У него есть брат-близнец от Cubing Classroom. То есть вот это еще когда YJ и Мою дружили. А вот это не помню. Есть Гуан Ху. Он чуть получше, чем Yuhu. По крайней мере, мне нравился чуть больше. Он не так отвратительно крутился. Но модель внешняя такая же. Совершенно достаточно про них говорить. Их можно убрать. И про них забыть в принципе. То есть когда я покупал вот этот. От него даже наклейки сыпались. Настолько он был низкого качества. То есть это абсолютно никому не нужные мегамиксы. И сейчас, если вы начинающий спидкубер и вам нужен мегамикс. Есть варианты получше. И один из них. Это Yuhu 2M. Причем этот мегамикс, он не только для начинающих подойдет. Но и для тех, кто собирает хорошо. Меньше минуты. Там секунд 40-50. Вполне. И многие люди, кто хорошо собирает мегамикс. Предпочли именно эту модель. Я когда-то получал медали в этой дисциплине. Активно тренировал. Были неплохие результаты. Поэтому у меня много мегамиксов. Есть чем сравнить. Сейчас я уже активно не тренируюсь. Но эта модель мне очень понравилась. Для начала рассмотрим две бюджетных модели. Которые есть сейчас на данный момент. В магнитной версии. Это Ашинкшо Мистер М. И соответственно Yuhu 2M. Этот чуть-чуть дешевле. Если не брать в расчет черные детали. Но он гораздо хуже. Вращать можно. Но это превосходит во всем. Поэтому его тоже убираем. Что у нас остается? Остаются только топовые модели. Это MGC. Предыдущая модель от YJ. Это Galaxy V2LM. Мегамикс, на котором у меня были наверное самые приятные сборки. А у HUNVRM и GAN. Давайте по степени приятности вращения. MGC. Мегамикс. От того же бренда. Многими почитаемый. Но он мне не зашел. Так как был для меня крупноват. В нем ничего плохого, кроме размера. Учитывая, что я привык к небольшим мегамиксам. Тот же Galaxy. Он мне просто не понравился по размеру. Ну и какой-то такой слегка вялый был. Но это опять же дело вкуса. Ничего плохого в нем не было. Опять же YUHU2M стал чуть меньше. И это хорошо. То есть для меня MGC уже точно отходит на второй план. Единственное где-нибудь для обучения я буду его использовать. Откладываем. Остаются Galaxy. Неподражаемая классика. Ну классик наверное уже. Почему он хорош? Ну во-первых он отлично вращается. Очень приятный, комфортный. Хоть немножко такой весковатый мегамикс. Но на нем до сих пор некоторые люди собирают. Собирают очень хорошо. Опять же у Galaxy есть возможность вставить черные детальки. И они идут в комплекте. Единственный минус у Galaxy по сравнению с YUHU. Это то, что в эти детальки надо вклеивать магнитики самостоятельно. А YUHU, хоть их и отдельно надо купить. Они уже вклеены. Ну мелочь. А приятно. Galaxy остается актуальным и по сей день. Точно так же как и GAN. GAN компактный мегамикс. Отлично вращается. Я на нем наверное улучшил свое время. Хотя на соревнованиях мне так и не удалось на нем что-то серьезное показать. Но сходку я точно улучшил. Хотя сингл 1.0.1 был у меня как раз на Galaxy. Опять же я уже активно давно не тренирую эту дисциплину. Но чем мне не нравился GAN? Тем, что у него достаточно такие блековые цвета. Матовость у него уже стерлась. Пружины в него ставил гайки самые жесткие. И такой он трудно контролируемый ферно остается. Но вполне приятная модель. Но цвета, особенно если не совсем хорошее освещение, здесь меня не совсем устраивает. Но это не делает его плохим. Даже несмотря на то, что стерся логотипчик. Он абсолютно актуален. И остается Aohun VRM. Топовый Megamix компании MoU. Который наверное самый худший всей линейки VRM. Я конечно его еще потестирую. Но душа к нему не лежит. Оба этих Megamix у меня уже лежат давно. То есть в районе трех месяцев. Но это наверное чуть подольше, чуть поменьше. И я про них не делал видео, потому что с ними все понятно. Этот отличный Megamix, этот плохой Megamix. Ну или неудачный. Пока так. Но это мое неокончательное мнение. Я ему еще пару неделек дам. Просто руки не доходят, как следует его понастраивать. У него там модная система настройки, никому не нужная. Но проблема его в том, что он со слабыми магнитами. То есть магниты неудачные. Пока так. Будем еще тестировать. Но что в нем хорошо, это компактный размер. И тут он даже наверное сравним с GAN. Ну и собственно сам видовник этого видео. Имеет стандартный логотип YJ. Давайте его перемешаем. Чтобы послушать звук. Звук вполне приятный. Пластик глянцевый. Вот эти вдавленные поверхности в виде круга. Смотрятся эстетично и зацеп для пальцев достаточный. Все здесь очень хорошо. На том же Аухуне там слишком эти острые бортики. Слишком выступающие прям чрезмерно. Цвета просто отличные. Глянцевые, яркие, приятные. И есть возможность черного пластика. То есть поставить одну сторону черную. Да, это вкусовщина. Да, я признаю, что и на сером пластике, пока ко мне ехали эти детальки, я собирал. Все было комфортно. Ну, особенно после GAN, где этот серый совсем бледный. Все было и так хорошо. Но с черным. Для тех, кто любил такую фишку на Galaxy. Это просто отличное решение. Приятность сборки увеличивается многократно. Давайте потихоньку соберем. Не спеша. Это позиционируется как все-таки бюджетный Megamix. Мегамикс. Опять же, камушек в огород Аухуна. Если мы возьмем любые бюджетные Megamix. Тот же Yuxin, Yuhu. Там есть проблема, что практически нет обратной резки углов. И раньше именно по этому фактору можно было легко определить. Megamix топовый или бюджетный. По отсутствию обратной резки углов. Здесь и обратная и прямая резка все есть. Ну, Megamix он как трешка, конечно, не режет. Но необходимое все у него есть. На том же Аухуне обратная резка какая-то. Ну, может она и есть, но он как-то так лакапит, что дичь. Что просто жжуть. Опять же, наверное, строить нужно. Вернемся к хорошему. Так, что у нас здесь? Соберем первый слой. Ну, вернее, первых два. Цвета яркие, приятные и собирать комфортно. Я не помню, чтобы здесь флипались уголки, что собирал его, ну, не постоянно и не одновременно. Но, возможно, такое и случалось. Настройка базовая. То есть, как он был извлечен из коробки, поменялись только детальки. И немного я добавлял жидкой смазки. Больше ничего здесь не происходило. Я каких-то особых рекордов не ставил. Но я открутил на таймер сборок 50. Не особо просчитывая. Ну, как бы большой перерыв все-таки. Но даже эти 50 сборок были с неплохим временем. Сейчас уже не помню, каким точно. Но не хуже, чем на Гане. По большей части я вращал его просто так вот. Лежит Megamix. И между делом разобрал и собрал. И испытывал от этого только приятные впечатления. Вот как раз на черном пластике. Хорошо видны ситуации ОЛЛ. Хоть я даже некоторые и забыл. Давайте как-нибудь другую какую-нибудь смоделируем. Вот. То есть, вполне можно различать, что это вот такая вот рыбка. Которая легко собирается. Этим мне черные детальки на Megamix и нравятся. Делали бы так все производители. Было бы замечательно. Я, кстати, жду нового Megamix от Moffang. Надеюсь, они сделают его в стиле Galaxy. И сделают что-то прям интересное. Не обязательно делать здесь регулировку магнитов или систему регулировки пружин, как на уху. Сделайте просто хороший свежий Megamix и будет замечательно. Просто даже Galaxy LM V3 какой-нибудь. Пусть случится. Какими-то усовершенствованиями. И было бы хорошо. Собираем до конца. Отличный Megamix. Он подходит и для новичков, любителей и для профессионалов. Я не думаю, что сейчас кому-то открыл Америку, что это хороший Megamix. Об этом всем уже давно известно. Я очень сильно затянул с этим видео. Но просили, я сделал. Был даже желание и не делать. Потому что и так всем все ясно. Это отличный Megamix. А это, наверное, не всем это ясно. Но не очень хороший. То есть сейчас Иху 2М для меня предпочтительнее, чем все остальное. Чем вот эти четыре топовых Megamix. Я не говорю, что Ган плохой или Galaxy плохой. Но сейчас, если вот Вдруг объявят соревнования, Которые сейчас повсеместно отменены. Какой взять? Я возьму этот. Я откручу на нем пару сотен. Выйду на свои прежние позиции по времени. И буду доволен, рад. И эти пару сотен сборок я откручу с удовольствием. То есть на Гане Удовольствие было не всегда. То есть его крутишь, крутишь. К нему надо попривыкнуть. Понапрягать зрение. Чтобы вот эти цвета различать. Возможно, эта проблема только у меня. Может быть. Но на этом Megamix проблем нет никаких. Да, он тоже слегка вялый. Так же, как и MGC. Но это настолько незначительно, что не мешает. Да, он чуть больше, чем Galaxy и GAN. Ну или даже ALHUN. Но это опять же не так критично. Собирать им комфортно, удобно, приятно. Я однозначно рекомендую этот Megamix абсолютно всем. Он стоит дешево. В нем нет никаких заморочек с настройками. Он сразу из коробки. Отличный. Ну, единственное, для ценителей можно поменять серые детальки на черный. Ну, либо какой-то другой цвет, если вам так нравится. Но детальки нужно докупить. А так, по цене он лишь чуть дороже, чем Changshou Mr. M. А других конкурентов в бюджетном сегменте магнитных Megamix просто нет. Ну, опять же, Yuhu 2M. Трудно назвать бюджетным. Ну, разве что по цене. А так он ничуть не уступает топовым моделям. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.